Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов и Лежавия. Сегодня случится тот момент, когда мы распакуем вот этот вот самый ящик, который у нас находится, получается, здесь вот в Луазе. Мы уже все подготовили необходимое для этой процедуры. И сейчас, получается, мы просто думаем, что может быть аккумулятор, поэтому поставили сюда еще один, ну, типа, поменять все дела, автомобиль не новый. И мы выживали. Вы видите, что здесь появилась вода, там что-то поменялось, с отвертки. Мы просто ездили на выживание 24 часа. И по вот этой подсказке, вы можете посмотреть этот видеоролик, мы вернулись, поэтому мы такие грязные немножко. Но речь пойдет сейчас не об этом. Наша задача, наконец-таки, узнать, что внутри вот этого ящика, его распаковать и посмотреть, что вообще, причем здесь тот робот, который появился во время распаковки этого багажника. И еще мы закончили вчера с выживанием и сегодня приехали и заметили здесь вот такую вот аномаль. И, честное слово, у меня даже нет ни малейшего представления, что это. Сегодня выходные и получается, что вчера, что сегодня здесь рабочих, которые здесь работают в гаражах, нет. Единственное, кто мы здесь появляемся, это мы. И что это такое, я пока без понятия, поэтому пишите ваши версии в комментариях. У меня была первая мысль, что это какое-то необыкновенное масло, которым, ну, типа, робот этот может быть запитан или вот этот автомобиль. Мне тоже показалось, что это робот. То есть, если это робот, я еще вот здесь заметил, вот, видишь? Что? Такой же цвет, да? Такой же цвет. На самом деле бывает такое сверхфильтрованное масло, то есть оно как раз-таки используется в гидравлических системах. А робот должен, скорее всего, построить, построить на гидравлике. Мне показалось, что этот робот все-таки был ранен, когда вот Базук и ты в него попал, наверное. А, скорее всего, когда я ему лопатой по голове вдарил, вот в этом видеоролике, ребят. Если не понимаете, о чем идет речь, то посмотрите, пожалуйста, все предыдущие видео. И, наверное, мы уже даже сделаем плейлист про всю эту историю, который уже вот тоже всплыл по рассказке. Поэтому его посмотрите, ребята, и разберитесь со всей этой историей, и пишите вашу версию в комментариях. Сегодня, я думаю, мы не будем долго ходить вокруг да около. Настал момент, когда мы вскроем вот этот вот ящик, который здесь уже долгое время находится. И смотрите, мы увидели ряд тумблеров, которые непонятно за что отвечают. То есть здесь находится обычная система зажигания и всего остального, но целая масса различной проводки, назначения которой мы не понимаем. Зачем вот это? Причем все эти кнопки, они никак... Даже если здесь кнопка аварийки, но она не функционирует как аварийка, здесь есть кнопка вот такая, переключение света, но она не работает так, как свет. Мы, короче, пытались с этим всем разобраться. Там тыкали, здесь тыкали. Пока никаких результатов. Скорее всего, как-то здесь общая система включается с помощью вот этих красных, а значит опасных тумблеров. И отсюда идут провода. Вот. И уходят они вон туда вот, получается. Непосредственно к тому ящику, который мы сегодня распакуем, и узнаем, что там внутри. И вот эти самые провода, они все от всех систем автомобиля тянутся непосредственно внутрь этого ящика. Я взял с собой весь необходимый инструмент, а именно шуруповерт, и отвертку, потому что закручено здесь все на разные болты. И давай уже приступим к открытию. Так. Первый готов. Вот, он все на двух болтах держится, получается. Я уже почти открыл. Вот здесь остался еще один. Такого... Такой бита у меня нет, поэтому здесь по старинке отвертка откручу, чтобы узнать, что там внутри. Или даже можно пальцами. Как думаешь, что там внутри? Я думаю, все-таки там должна быть какая-то система питания, потому что мы не нашли никакого аккумулятора, ничего такого. Думаем заменить. Я думаю, что там должна быть система питания. И раз здесь такие высоковольтные провода, раз здесь столько всего, скорее всего, еще какая-то субсистема. То есть, скорее всего, там что-то, чему нужно очень много электричества. И это может быть что угодно, как какой-нибудь бортовой компьютер, так и... возможно, какие-то механизмы, которые принадлежали тому самому роботу. Я еще тебе напомню, что мы радиацию проверяли, и она там была. Ну, что поделать? Ради подписчиков я готов на все. Ладно, ты готов? Даже стать лысым. Что такого? Мне кажется, мне пойдет лысина. Вот, пусть монтажер вставит мою фотку, если бы я был бы лысым. Напишите, как мне идет, нет? Что, все крутые мужики лысые. Вот. Ну что, открываем? Офигеть, это что такое красное? Я запачкался только что. Слушай, пахнет... Я подумал, это краска, но пахнет вообще не краской. Видал, да? То есть, я вот это отодвинул, оттуда вытекло. Очень странно. Ладно, я вскрываю. Сейчас уже думаю, это что такое оператор? Что за жесть? Жуть какая-то. Я реально не по себе. Ну, в центре там какая-то коробка, слушай. Что за ерунда? Блин, ну-ка, давай... Может, сюда подвинем ящик? Так он здесь с проводами закреплен. Что это за штуки такие? Я такого никогда не видел. А вдруг это какая-нибудь ядовитая дрянь, а? Типа, ну, то есть, если эту штуку потрогать, а я, слава богу, в перчатках начал распаковывать, она тебя аж парит или еще что-нибудь, а? Или, может, смазка какая-нибудь для роботов? Пока непонятно. Сейчас аккуратно это снимем, давай. Вместе. Убирай камеру, мне нужна твоя помощь. Короче, вот эти штуки не трогай вообще, хорошо? Аккуратно. Я вообще не собирался ничего трогать здесь. Вся крышка, она вот в этой штуке, мне кажется, это реально, знаешь, какой-то состав. Какой-то состав, который, ну, делает, чтобы никто не прикоснулся. Смотри, напоминает, да, красный карбон. Эта штука, она какими-то магнитными свойствами обладает, потому что она прям тянется к моим пальцам. Короче, это что-то, это какая-то защитная система однозначно. Ее мы трогать голыми руками не будем. Смотри, все провода, все, все, все провода тянутся вот к этой штуковине. Это уже понятно было. И это мне напоминает корпус компьютера. Только, знаешь, какого-то зловещего компьютера, что он весь в пыли, уже такой старый. И вот эти, вот эта регравировка говорит о том, что типа не прикасайтесь, не трогайте, опасный, да? Там какая-то схема или инструкция? СССР. СССР? Изохрон-С. Электронное реле времени. В смысле? Типа машина времени? Смотри. Описание реле времени, работа с реле временем. Что-то типа запрещается пользоваться реле времени запрещается пользоваться реле времени с неисправным сетевым шнуром, с оголенными жилами или без вилки. Или без вилки. Реле времени. Что-то может значить? Мне вспоминается сразу фильм Терминатор. Ты что гонишь? Алло. Что? В натуре. Там Терминатор пришел такой. И у него была какая-то миссия. И он шел на пролом, ломал всем голову, кто ему мешал. И этот робот такой же. Так он тебя не сломал. Да потому что не смог. Ты думаешь, это этот Луаз это что-то типа машины времени? Вот, смотри. Написано реле времени. Возможно, оно находится внутри вот этого аппарата. То есть, это типа компьютер, который управляет реле времени. Путешествие во времени. Офигеть. Блин, давай. А как его запустить? Смотри, здесь еще есть какие-то страшные инструкции. Блин, опять эта штука упала. Я тебе говорю, это стопудово сделано, чтобы никто не прикасался к этим штукам. Они еще такие липкие. Главное, ты-то не трогай, я-то в перчатках в форме. Так, 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 так. Что-то тут какие-то инструкции. О, походу, кто-то кто-то решил избавиться от инструкции. Потому что здесь ничего нет. Последило, только предупреждение, какие-то, а самой инструкции нет. Ее вырвали, видишь? Кто-то реально вырвал и избавился от нее. Ну, то я потом ознакомлюсь, почитаю. Да что, смотри, тут какая-то деталь тоже красная. Здесь все в каких-то красных тонах, да, и вот тоже какая-то красная деталь. Только вот это использованная явно. Может быть, это какая-то деталь робота? Выглядит очень странно, да? Да. Возможно, это деталь того самого робота. И здесь, в коробке, еще, ничего я нашел. Опять красная жидкость. Ничего не напоминает? Ага. Да-да-да. Это явно, эта штука, это явно ею облита. А что, если этот робот уже имел дело с людьми, и кто-то пытался в него выстрелить из этого пистолета, и кто-то и запихнул этого самого робота сюда, и хотел спрятать машину времени. Реле времени. Так, слушай, смотри, давай я попробую эту штуку включить как-то. Я не знаю, не вижу никаких переключателей. Хотя, смотри-ка, если это двинут провода, то здесь есть какая-то круглая емкость. У меня есть идея. Вия, слышишь? Да, только я ее нашел. Это штуковина, да. А та тоже круглая. Послушай меня, если это машина времени, то это вообще мне кажется очень опасно. Почему? В будущее, прикинь, сейчас прыгнем, а там же вообще непонятно, что. А в прошлое, так там вообще страшно, там динозавром попадем или в средние века тебя там сразу повесят. Короче, жестко же, не? Да успокойся ты, это не факт, что машина времени вообще. Что ты не сетешь? А эта штука, робот специально у тебя отобрал, чтобы ты не воспользовался, это, линию времени не испортил. Короче, смотри, давай. Что? Мы не попробуем и не узнаем, поэтому нужно попробовать. Вот так. она завелась, почему сама? Там что-то внутри? Ты куда? Я не знаю. Что такое? Машина сама едет, слышишь? вот так. Не знаю. Куда она так быстро? Что она встала-то? То едет сама, то тормозит. Безумная тачка какая-то. Что? не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я же тебе говорил. Слышь, я же тебе говорил. Стой! Что ты делаешь? Отошел я до машины! Отошел от тачки! Я тебе сейчас башню прострелю! Я тебе до пола в железу говорю, башню прострелю! Он задолбал меня постоянно, игнорирует. Что за фигня? Ты что делаешь? Стреляй в него. Стой! Что? Пистолет испорчен. Испорчен? Да. Лопату взял? Да, сейчас возьмем. Где-то здесь. Ладно, лопаты нет, чем под руку лопалась. Он украл снова эту штуку желтую. Слушай, походу это действительно какой-то ЭВМ. То есть это какой-то компьютер-навигатор, который заставляет машину куда-то ехать по каким-то координатам. И этот робот не хочет, чтобы мы туда доехали. Он за нами следил. Он ждал, когда мы привезем эту желтую штуковину. Ладно. Эй, отдай! Шерезяка! Отдай эту фигню мне! Немедленно ты... Что ты меня вечно снимаешь? Ты не можешь помочь тебе, брат? Я не знаю. Надо забрать эту штуку у него. Ты понимаешь, что машина запитана от какого-то навигатора. И когда мы вставили ее туда, навигатор нас куда-то повел. Там могут быть технологии, могут быть сокровища. Может быть та самая. Асинхрон-синхрон-с. Машина в времени, короче. Давай за ним! Козел! Что ты ему сделаешь? Что ты ему сделаешь? Я сейчас... Идиоты, анализ речевого модуля. Что? Что? Ты что опять? Ты что опять? Еще одна муха-повторюха. Еще одна муха-повторюха. А что он моим голосом базарит? Я использовал твой голос для модуляции речи. Только ты достаточно много говорил. Ты что, оборзел? В смысле, достаточно много говорил? Типа я болтун, что ли, или что? Дави я. Ты что, дура? То есть, по-твоему это нормально? Бить меня по челюсти, а потом типа стой, подожди, там речевые модули, все дела. Все это не имеет значения. У меня есть очень важная миссия. Что? Я должен. Я должен сохранить мир. Нужно разобраться следом. Какая еще миссия? Нужно разобраться. Что ты рассказываешь? Что вечно у этих искусственных интеллектов в голове? Что вам непонятного? Я покупаю что-то на аукционе, и если что-то в машине лежит, это мое. Нет, Ви, это не так. Я свободен. У меня есть... Нет, ты тоже мой. Это невозможно. У меня есть большая задача. Да плевать я тебе хотел на миссию твою. И тем более эту штуку тоже нужно мне вернуть, а нам и заставлять машину ехать. Нет, я должен ее спрятать. Это моя миссия. Куда ты ее спрячешь? А это уже не твое дело. Эй, а мне что с машиной делать? За этим автомобилем я тоже должен вернуться и его уничтожить. Кого ты собрался уничтожить, э? Моя миссия уничтожить машину. Это моя машина? Нет, Ви, она должна быть уничтожена. Ну ладно, приходи, уничтожай. Когда? Завтра придешь? Да, завтра. Договорились? Давай. Пофигу, что? Ладно, увидимся завтра, старина. В смысле? Ты дашь ему уничтожить машину времени? Конечно же нет. Я расставлю ловушки и поймаю эту железяку. Что ты себя возомнил? Еще и голосом моим дразнится. Почему не твой голос? Я-то не болтал, он только твой запомнил. Что за фигня? Короче, пойдем подумаем. Нужен план, нужен план. Смотри. Скорее всего, скорее всего он вернется прямо сюда же. И мы будем с самого утра или даже с ночи его поджидать. Знаешь зачем? Зачем? Мы расставим вокруг автомобиля ловушки. Поставим камеру вот сюда, камеру сюда и камеру вон туда. Чтобы иметь полно квадратичный обзор. И когда он придет уничтожать машину. А точнее, как он сказал, навигатор. Как я и говорил, это навигатор. Машина куда-то направляется. И мы должны узнать куда и самое главное зачем. Но это возможно только с ядром реактора. Так? Да. То есть если мы с помощью ловушек и камер скрытых поймаем этого чертова робота. Мы сможем узнать куда он засунул ядро реактора. Забрать его оттуда. И, конечно же, засунуть его обратно в этот автомобиль. И узнать куда он направляется. Согласен? Это очень опасно, я считаю. Что опасно? Засовывать туда. Вдруг? Мы уже засунули. Она просто поехала. Не знаю. Что? Она ехала медленно, пока этот что-то робот его... Надо было у робота спросить. Все узнать. А ты обиделся как ребенок. Куда ты? Чего она тут? Только о себе и думаешь. Надо было узнать, чего он хочет на самом деле. Робот хочет? У него программа, миссия. Он же сказал. У него миссия. У него задача вот эту штуку спрятать. Да машину сломать. Тебе неинтересно, кто его создал? Откуда он прибыл? Он думаешь, любезно тебе бы это рассказал. Вот мы его поймаем. Вот я хотел сказать, надавлю на него, но как, черт возьми, надавить на робота? Они же не чувствуют боли. Я слышал, что если к процессорам или жестким дискам поднести очень сильный мокти, то тогда им от этого становятся ой, как не по себе. Мне кажется, я знаю, как я буду пытать нашего робота, когда мы его поймаем. Вот и все узнаем. Нече тут думать о чувствах машин. Что с тобой не так, оператор? То с Нивой какая-то проблема. Вот, например... Привет, Нива! Привет, Нива! Как думаешь, оператор слишком любит искусственный интеллект? Нет, он просто объективно оценивает всевозможные события дурак. Сам это дура! Заткнись! Так вот, выключил. А, черт возьми! Вечно с этими роботами проблемы. То ли дело вот буханки, да? Ну вот буханка стоит, понимаешь? И все. Только стоит. Главное не об этом. Короче, мы должны поставить вот этот зеленый луазик особым образом, чтобы расставить вокруг него ловушки. И на эти ловушки должен попасться наш робот. А какие ловушки? А какие имена? Пусть подписчики предлагают в комментариях. Я придумаю парочку, подписчики напишут парочку. И какая лучше сработает, да? Мы поставим сердечко в комментариях и реализуем чьи-то идеи, которые вы напишите в комментариях, мы реализуем в реальной жизни. Что ж, ребята, так что ставьте лайки, срочно напишите ваши комментарии, потому что у нас всего лишь 24 часа на то, чтобы это все организовать. Срочно раскидывайте видео всем друзьям, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Ютуб Асамилов или Живия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.